В эфире телеганал РБК новости Башкортостана. Мы вещаем из отеля Краун-Плаза Уфа. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. В 33 районах республики ведут режим чрезвычайной ситуации за засухи. Согласования этого решения ждут из федерального центра. Об этом РБК Уфа сообщил вице-премьер министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. По его словам, из 2,5 миллионов гектаров полей, засеянных сельхозкультурами, пострадало 300 тысяч гектаров, полностью уничтоженной жарой посева на площади в 150 тысяч гектаров. Подобная ситуация стала происходить все чаще, поэтому есть необходимость возродить систему мелиорации, считает Фазрахманов. Республика активно участвует в этом процессе. Так, с 1 января 2022 года стартует госпрограмма по мелиорации. На следующий год системой полива планируют оснастить 5 тысяч гектаров пашни, а до 2030 года на период действия программы около 100 тысяч гектаров. Это, конечно же, в первую очередь технические культуры, сахарные свеклы, подсолнечник, рапс, горчица. И те культуры, которые будут являться кормовой базой для животноводческих помещений индустриального типа. Это, конечно, в первую очередь кукуруза. Ранее во время прямой линии президенту Владимиру Путину был адресован вопрос жительницы Башкортостана, связанный с необходимостью наладить систему мелиорации. По словам президента, всего на эти цели из федерального бюджета в целом регионам страны выделяется 7 миллиардов рублей. В Башкортостане может появиться новый пивзавод. Возможность строительства объекта сейчас рассматривает менеджмент компании «Башспирт». Стоимость возведения оценивается в 1 миллиард 200 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель совета директоров алкогольного гиганта Александр Сидякин. В компании уверены, несмотря на то, что в регионе действуют два крупных производителя пива, это «Хайникен» и «Эфес», продукция нового завода сможет занять до 40% рынка республики и постепенно прочно освоится на полках магазинов других субъектов. При этом новое производство существенную поддержку будет вносить и в бюджет Башкортостана. По прогнозу, ежегодно в казну будет поступать до 500 миллионов рублей только от акцизов. Видимо, это направление перспективным. Причем, что если мы потратим 1,2 миллиарда, например, и 500 миллионов – это акцизы, которые остаются от продукции, которые на эти 1,2 миллиарда можно выпустить, от акцизов республики упадет 500 миллионов. То есть мы отбиваем за 2,5-3 года только по акцизам. Все, что только по акцизам. Еще же помимо акцизов есть и прибыль предприятия. Поэтому это очень выгодная история. Мы ее сейчас активно просчитали. В Башспирте сегодня озвучили итоги работы прошлого года. Несмотря на пандемию, компания смогла нарастить практически все показатели. Так, за 2020 год оборот предприятия составил 17,5 миллиардов рублей. При этом чистая прибыль Башспирта снизилась со 166 до 91 миллиона. Менеджмент объясняет падение инвестиционными вложениями. Компания завершает строительство нового спиртоводочного завода и затратами на ребрендинг продукции и вывод новой линейки напитков. При этом власти республики отмечают, Башспирт остается стратегическим предприятием региона и в любой момент может рассчитывать на поддержку. При этом в перспективе не исключаем финансовой поддержки Башспирта для осуществления новых планов, в том числе по строительству пивного производства, если все-таки эти планы будут осуществляться. Но при этом мы видим еще и наш ресурс в объединении усилий для того, чтобы договориться с федеральным правительством о том, чтобы часть акцизов у нас оставалась и давала возможность развивать Башспирт теми темпами, которые есть у руководства Башспирта. Отметим, что по итогам прошлого года Башспирт стал вторым налогоплательщиком региона. В бюджеты всех уровней алкогольный гигант перечислил 11,5 миллиардов рублей, а это на 566 миллионов больше, чем в 2019 году. Существенно нарастило предприятие и присутствие своей продукции на полках федеральных розничных сетей. Напитки Башспирта на сегодняшний день продают в 73 регионах страны. В Ассоциации владельцев кинотеатров России прокомментировали просьбу главе Башкортостана ослабить ограничения, связанные с третьей волной пандемии коронавируса. По словам члена Совета Ассоциации Олега Березина, кинотеатры оснащены системой вентиляции, необходимой для санитарной безопасности. Кроме того, есть опасения, что из-за необходимости проверки документов, таких как сертификаты вакцинации, справок ПЦР и медотводов, будут образовываться очереди. Что еще больше усугубит ситуацию. В Ассоциации полагают, что произойдет еще больше отток зрителей. Посещаемость и без того сократилась в 5-8 раз. Нормальный зритель не от того, что у него нет этого кода или нет этой справки, а просто чисто организационно говорит, зачем мне надо идти в кинотеатр. Подожду, потом, когда вся эта волна массовой вакцинации испадет, и я пойду в кино. И мы это видим как раз на примере Уфы, где посещаемость кинотеатров просто в сравнимые дни упала резко в 5-8 раз. Новые правила посещения кинозала введены в Башкортостане указом, который подписал глава республики Ради Хабиров 17 июня. В соответствии с документом, с 22 июня зрительные залы допускают только граждан, у которых есть документ о вакцинации, справка о противопоказаниях или отрицательный ПЦР-тест. Проект строительства восточного выезда планируют включить в перечень приоритетных. Таким образом, консессионер сможет претендовать на льготу по налогу на прибыль. Об этом сообщил премьер-министр правительства Андрей Назаров в ходе посещения площадки совместно со старшим вице-президентом ВТБ Юрием Молчановым. По словам главы республиканского правительства, налоговая преференция будет стимулировать подрядчика сдать объект с опережением сроков, но и с сохранением качества. В башкирской консессионной компании отметили, что темпы строительства ускоряются до конца года. Намерены выполнить план на 12 миллиардов рублей. Это один из самых крупных проектов в Российской Федерации в сегодняшнее время. И для Башкортостана и для Уфы это очень важная развязка, которая позволяет создать еще один выезд из столицы. При этом очень сложные сооружения, и тоннели, и мостовые переходы. Плановая сдача в сентябре 2023 года, но ведем сейчас переговоры с подрядчиком о том, что это можно немножко ускорить и сдать на несколько месяцев раньше. В ходе встречи решались и текущие вопросы. Так, консессионер рассчитывает на содействие со стороны республики обеспечить объект двумя миллионами кубометров песчано-гравийной смеси. Главная сложность найти карьеры и обеспечить завоз. С обеспечением мы сделаем, мы успеем все это сделать. Нам нужно, чтобы был определен ресурс этого песка, чтобы мы могли начать завозить его из карьера. Напомню, проект по созданию нового платного выезда из Уфы на дорогу федерального значения М5 реализуется в рамках концессионного соглашения. Стоимость строительства 33,5 миллиарда рублей. Этим летом на площадке Петербургского международного экономического форума между правительством республики и кредиторами ВТБ и ВПРФ подписано прямое соглашение по проекту. Сумма кредитного лимита в рамках программы «Фабрика проектного финансирования» превышает 11 миллиардов рублей. И родителям-одиночкам и беременным женщинам в Башкортостане начислят новые пособия. Прием заявок в пенсионном фонде начинается уже 1 июля. Для беременных женщин размер пособия составит 50% величины регионального прожиточного минимума, то есть 5320 рублей. Эта сумма будет выплачиваться ежемесячно до родов. Для малообеспеченных одиноких родителей размер пособия составит 5038 рублей. Оно будет выплачиваться на каждого ребенка ежемесячно до 17 лет. Как отметил спикер госсобрания Константин Толкачев, пособия носят заявительный характер, то есть начисляются не автоматически, а по заявлению в пенсионный фонд. Причем выплаты для родителей-одиночек назначаются сроком на один год. Если за этот год финансовая ситуация в семье не улучшится, выплаты можно продлить еще на год. Снова подав заявление. Они принимаются как дистанционно, так и через портал госуслуг. Их можно подать лично в отделениях пенсионного фонда. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на телеканале РБК.